Ольге и Антону негде жить. В 15-м году рухнул их дом на Меланжево 97. Используя деньги от материнского капитала, на его месте начали строить новые. Но в этот момент горэлектросеть насчитала у Ольги долги и начались суды. У нас уже с сентября идет заседание. Они обрезали мне полностью свет. Я им объясняю, я говорю, дома-то не было. Я говорю, вы за что насчитали 54 тысячи? Они мне говорят, мы насчитали за то, что вывели работы. И я говорю, какие работы здесь, кроме как шуруповертом и бензиновой пилой, ничего сделать нельзя. Когда материнский капитал закончился, Ольга стала просить помощи в строительстве. Откликались и депутаты, и бизнесмены. Но этого недостаточно. Доделать первый этаж мешает нехватка материалов и отсутствие электричества. Заработать на все это сама Ольга не может из-за проблем со здоровьем. Как могла, так поднимала двоих мальчишек сама. И травма дала себе, знаете, естественно, полтора года я возможности работать. Не соцзащита, никто не мог мне найти работу. Переучивали меня, вот на лифтера отправляли. Несмотря на то, что у меня педобразование, работать с детьми я сейчас не могу. Я падаю в обмороки. Сейчас Антон с мамой ютятся у родственников в однокомнатной квартире. Чтобы достроить свой дом и провести отопление, нужно около 100 тысяч рублей. А если Горэлектросеть выиграет суд, Ольга будет искать еще 54 тысячи. Женщина просит помощи у властей, города и политиков. А мы будем следить за развитием ситуации. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.